Здравствуйте, это программа подробностей, подробно об одном из событий сегодняшнего дня, заседании Рязанской городской думы. Мы говорим вместе с ее председателем, главой муниципального образования города Рязань, Андреем Кашаевым. Андрей Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте, Иван Ильич. Действительно, сегодня такое будничное было заседание Рязанской городской думы, каких-то таких вот уж особенно резонансных вопросов не было, но в то же время вот в этой, скажем так, будничной кропотливой работе все равно есть на что обратить внимание. В первую очередь, это вопрос, связанный с изменением в бюджет города Рязани на 2014 год. Изменения приняты. Давайте сейчас расскажем, что, собственно говоря, меняется. Ну, на самом деле, Ильич, существует такое явление, как перераспределение бюджета, оно, в общем-то, является таким оперативным явлением, которое может возникать в любой момент, и исходя из оперативных, и как и стратегических задач, существует изменение определенной параметры у бюджета. Что касается вот этого первого нашего изменения, то в основном перераспределение средств в пользу того, чтобы сократить дефицит бюджета города Рязани на 60 миллионов рублей, именно такая экономия возникла по одному из направлений. И эти средства идут на именно сокращение дефицита бюджета города Рязани. Я считаю, что это очень правильно, это грамотно. С другой стороны, перераспределение средств в пользу дорожного хозяйства, в пользу программы переселения жителей из ветх в аварийных жилья. Я думаю, что это действительно те перераспределения, которые непосредственно повлияют на качество жизни рязанцев в самом хорошем понимании, в самом лучшем виде. Потому что, скажем, все эти вопросы, что касается и перераспределения, вернее, переселения из ветх в аварийных жилья, и дорожное хозяйство, и сокращение дефицита бюджета, это те направления, которые являются одним из приоритетных в финансовой жизни нашего города. На Думе было рассмотрено сразу несколько отчетов, отчетов структурных подразделений администрации города за прошедший год. Также эти отчеты рассматривались на заседаниях комитетов, которые предшествовали сегодняшнему заседанию Городской Думы. У вас, как у главы муниципального образования, скажем так, есть удовлетворение от этих отчетов и от той работы, которая была в прошлом году проведена администрацией? У нас три управления отчитывались, три подразделения администрации города. Это управление архитектурой и градостроительством, это отдел дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи населению, и управление культурой города Рязани. Могу отметить, что касаемо социального направления удовлетворенность есть, поскольку те, скажем, меры, которые принимаются в городе Рязани по дополнительной социальной помощи, они не везде есть. И не во всех муниципалитетах, и не во всех городах Рязань на себя взяла в свое время дополнительные обязательства. И потому, чтобы обслуживать бесплатным питанием, остро нуждающихся в этом горячем питании. Это и помощь ветеранам в ремонте жилья. Например, 34 ветерана, участника Великой Отечественной войны, у них были отремонтированы квартиры, был выделен на все мероприятия миллион рублей. Но, тем не менее, каждый получил из этих людей помощь определенную, и необходимые работы были в их домах произведены. Что касается путевок для детей из малобеспеченных семей, 89 наших юных рязанцев из таких семей смогли поправить свое здоровье, отдохнуть в лагерях. Кроме того, около 2,5 тысяч подарков на Новый год, также вот таким категориям семей, которые нуждаются в материальной помощи, были выделены. И это не обязательство города, это именно желание помогать. И вот эта работа, которая была начата несколько лет назад, она продолжается. Нас это не может не радовать. Что касается управления культурой, то, я думаю, рязанцы согласятся с также хорошей оценкой работы управления. Культурная жизнь города Рязани уже на протяжении последних лет очень насыщена, и успешно был проведен год «Женщины Рязани», и 400-летие дома Романовых были мероприятия. Кстати, мы одни из первых в Российской Федерации проводили подобные мероприятия, которые имели общегородской такой характер. И во многом, скажем, жизнь культурная, она у нас такая сбалансированная информация, отсутствие информации не является таким свойственным для Рязани. Дело наоборот, информации много всегда, и рязанцы могут действительно почувствовать, скажем так, это направление деятельности муниципалитета. Слава Богу, что в городе Рязани и областные учреждения ведут самую активную работу. Поэтому я думаю, что такая оценка депутатского корпуса социально-культурного направления положительного, как и в общем направлении, касаемо архитектуры градостроительства, она совпадает с мнением рязанцев. Ну вот, говоря о культуре, наверное, вспомню то, что мои коллеги-журналисты выявили, что Рязань в прошлом году стала чуть ли не рекордсменом в России по количеству различных проведенных фестивалей. И что действительно отрадно, эти фестивали проводились не для галочки, а стали действительно знаковым событием для города, для горожан. И, в общем-то, они были посещаемы, они были, скажем так, приняты населением города и прошли, что называется, на ура. Ну и вот в продолжении темы культуры, вот у нас сегодня на столе стол не пустой. И, наверное, сейчас мы так в эксклюзиве порадуем нашим телезрителям тем, что, скажем так, культурных артефактов, если так можно выразиться, в Рязани прибыло. Вы побывали в Италии, где приняли участие в мероприятиях, посвященных Федору Политаеву. Несколько слов об этом и, собственно говоря, что сейчас перед нами на столе. — Илья Иванович, 69-я годовщина со дня гибели Федора Политаева является знаковым событием в итальянском городке Канталупо-Лигуре, в нашем городе по братьями Алисандрея. Ежегодно итальянцы принимают самое активное участие, организуют мероприятия. Например, город, в котором погиб Федор Андреевич Политаев, национальный герой Италии, герой Советского Союза, наш земляк, в этом городе он погиб. И на месте гибели всегда они возлагают цветы, всегда проходят очень интересные конференции, шествия. Причем весь город, весь город небольшой, и весь город в таком праздничном, даже памятном шествии. Но они воспринимают, знаете, под даже трагическими событиями, то, что тогда происходило, воспринимают все равно победу. Победу сил сопротивления, победу тех людей, которые сражались с фашизмом. И очень отрадно, что вот это ощущение такого победного духа там, оно присутствует. И они гордятся своей историей, гордятся так, как гордимся ею мы. Они сохраняют память, память о Федоре Адриановиче Политаевой, потому что этот человек, он, являясь национальным героем, он сумел сплотить вокруг себя итальянцев, вдохновить их на то, чтобы сражаться, сражаться с силами фашизма и на территории Республики Итальянской. И, безусловно, вот этот его, наверное, самый знаковый, такой значимый в жизни момент. Очень много публикаций достаточно. Я просто хочу нашим телезрителям показать книгу, написанную о одном из соратников Федора Политаева. Его зовут Мартина Галли, его такое прозвище военное Татьяну. И он не просто, так сказать, соратник Федора Политаева, это тот самый человек, который освободил вот там, Италии, из плена. И после этого освобождения Федор Андреанович сумел вот как раз очень, так сказать, геройски, очень мощно заняться партизанской деятельностью и руководством отрядов сопротивлений итальянских. И книга впервые, они сделали книгу двуязычную, то есть это книга и на итальянском, и на русском языке. Я считаю, это достойно всякой похвалы, это достойно всякого примера. И вот на самой книге находится портрет, значит, портрет Федора Андреановича Политаева, который сам Мартина Галли выполнил. Он, кстати, Мартина Галли является автором монумента, который находится в Канталопе-Ливере на месте гибели. То есть он сам, он резчик по камню, и он сам построил этот монумент. Поэтому, являясь и художником, в общем-то, он и любил рисовать и полотна, к сожалению, в прошлом году его не стало, и тем не менее, вот его наследие там очень почитается. И на книге о нем, и в этой книге есть очень интересная информация о Федоре Политаеве, мы видим портрет, выполненный рукой самого Мартина Галли. И вот что отрадно, что этот портрет, именно этот портрет, она был подарен городу Рязани. Я думаю, что в ближайшее время он займет, в одном из рязанских музеев, займет свое место. Это оригинал. Это оригинал этой работы, да, это то, что вот на самой книге. Я думаю, что это вот такое знаковое, знаете, событие, и не просто сохранение ими памяти, да, а еще такие контакты с нашим городом, когда очень ценные вот такие крупицы, они передаются для того, чтобы нашу молодежь, наши жители знали о своей истории, гордились своими земляками. Привезли несколько книг, как раз вот этих книг. Я думаю, что мы в основные библиотеки их передадим, передадим в музей первой, первой школы-интерната, где находится как раз такой школьный музей, посвященный Федору Андреевичу Политаеву, поскольку школа носит его имя и на одноименной улице. Я считаю, что вот очень интересно на самом деле, и действительно рязанцы очень благодарны, я думаю, и будут, и были итальянцам, которые об этом заботятся. Заботятся о месте на кладбище Стальяна в Генуе, где похоронен наш герой, герой двух стран. Поэтому, слава Богу, что так есть. Это действительно должно быть, и это, я думаю, будет всегда. Благодарю вас, Андрей Анатольевич, Андрей Кашаев, глава муниципального образования, город Рязань, председатель Рязанской городской думы, подробно о заседании думы, которое прошло сегодня, и о новых экспонатах, без всякого преувеличения, знаковых экспонатов, которые в скором времени пополнят коллекцию рязанских музеев. Это была программа подробностей. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова